Мероприятие «Готовую Родине служить» в рамках празднования Дня Защитника Отечества 21 февраля прошло с участием команд Омских Патриотических Клубов. В Парке Победы собралось порядка 100 человек, представителей молодежных организаций, которые возложили гирлянду и цветы к памятнику локальным воинам, а также приняли поздравления героя России Дмитрия Перминова, ветеранов Афганистана и министра спорта Александра Фабрициуса. Сегодня приехали 8 клубов наших муниципальных районов, 2 клуба городские, которые занимаются здесь. И ребятам мы проводим военно-патриотические, гражданско-патриотические сборы на базе ДОСААФ, где мы покажем ребятам и стрелковую подготовку, и они сами ее пройдут, где мы проверим их физическое состояние, где мы с ними поговорим ветераны войны, покажем военную технику, то, на чем учатся курсанты, которые идут. И мы будем служить в ряды российской армии. Затем молодежная делегация переместилась на Омскую базу ДОСААФ. Все вместе участники сборов посмотрели кинофильм, снятый к 85-летию общероссийской организации, а вскоре разбились на группы для прохождения трех конкурсов. Я вхожу в патриотическое объединение «Крылатая гвардия» относительно недолго, где-то около полугода. Как бы ездим в учебный центр ВДВ 242-й, это в светлом поселке находится за городом. Как бы армейская жизнь уже начинается. Смекалку и знания молодых патриотов проверили в исторической 20-минутной викторине. Участники ответили на вопросы об истории Великой Отечественной войны. Затем ребята переместились на занятия в кабинет ПДД и посетили урок по медицине в специально оборудованном классе с манекенами и множеством видеоматериалов. Мы, во-первых, расскажем, для чего медицину преподают здесь у нас, что они должны знать. Ну и постараемся показать немножко, что у нас здесь есть и к чему готовятся, как готовятся вот эти наши курсанты. От теории к практике ребята смогли перейти после посещения выставки военной техники. Впереди их ждали стрельба в тире из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата и подтягивания на перекладине. Серьезные военные умения в игровой форме ребята преодолели на отлично, а победители получили дипломы Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова